Как правильно провести рождественский пост? И что самое важное в любой постный период для православного христианина? Чаще всего верующие главное, а порой и единственное внимание обращают только на гастрономическое содержание поста, то есть на то, какую пищу телесную можно вкушать. Так часто и спрашивают перед постом, а можно ли вкушать тот или иной вид продукта, а благословить и вкушать, например, молоко или какие-то иные продукты, которые необходимы по телесной немощи. Бывает еще хуже, когда приходят в магазин и начинают исследовать состав печенья или состав конфет, не входит ли туда сухое молоко, либо масло, либо еще что-то иное. Так вот это все происходит, потому что люди забывают о главной цели поста. Она служит нам помощью, некоторым инструментом для нашей молитвы, а также помощью к очищению нашей души, приготовлению к тому празднику, перед которым этот пост поставлен. В наше время, руководствуясь именно этой главной целью поста, важнее воздержаться не столько от телесной пищи, не столько исследовать эту телесную пищу, как воздержаться именно от информационной пищи, которую мы получаем в наше время со всех источников. В былые времена, когда создавался устав православной цирки, в том числе и устав православного поста, он никак не включал информационную пищу, потому что таковой в те времена было очень мало. Именно поэтому про информационный пост в былые времена мало что говорилось, а говорилось про пост вещественный. Вот поэтому, когда спрашивают нас, как провести пост, мы главное внимание обращаем именно на информационное воздержание. То есть в период поста лучше бы воздержаться от тех источников, которые приносят какую-то праздность, какие-то новости ненужные или какие-то даже, как нам кажется, нужные новости и прочее. Лучше в период поста вкушать пищу, какую нам необходимо для нашего здоровья, поддержания наших физических сил, но при этом в период поста прочесть больше священного писания или книгу святых отцов, которую мы не успеем прочесть в другие периоды. Итак, вступая в рождественский пост, как любой иной, пусть каждый из нас постарается отказаться от той информации, которая поступает на всех источников, которая действительно ему не нужна. Мы сейчас не говорим про рабочий процесс, который может быть как на работе, так и дома, а говорим именно про ту информацию, которая является излишней, которая является праздной, которая является ненужной. И пусть это самое освободившееся время он посвятит насыщению той информации, которая является действительно полезной для души. Это будет наиболее важно для нас и так мы более благоугодно проведем период каждого многодневного поста.